Утро в Чурилово сложно назвать добрым. Всему виной проблемы с общественным транспортом. Жители часами стоят на остановках в ожидании нужного автобуса. После очередного транспортного скандала к проблеме подключились городские власти. Чиновники решили разделить все прелести, толкотни и давки в автобусе, устроив смотрины одной из остановок в Чурилово. Правда, сами в переполненные салоны лезть не рискнули. Как такового коллапса нету. Я еще раз говорю, это были единичные случаи, когда наплыв был большой. Ну, просто так сошлось, так скажем. Когда сломались два автобуса подряд. Сейчас вот такого больше не допустим. Будут дополнительно стоять три автобуса, которые будут реагировать, ну, то есть, си секунда. Сегодня на Чуриловские дороги вернулись два отремонтированных автобуса. Но даже это не спасло ситуацию. Час пик транспорта по-прежнему не хватает. Машины забиты под завязку. Сегодня уехать тоже смогли не все. 20 минут интервал. Никаких 5 минут. Как это объяснить? Вчера я простоял 40 минут, чтобы ехать отсюда. В итоге вызвал такси, пять сотен обошлось. Мне это компенсировать, кто будет? Государство? Чтобы успеть на работу, чуриловцы выходят из дома на два часа раньше или идут на другую остановку. Но режим ранней пташки жителям изрядно надоел. Поэтому южноуральцы ищут другие пути решения. Самый простой такси. Хотя с нынешними ценами особо не наездится. Чаще на такси приходится ехать, потому что либо не успеваем из-за давки. Но проблематично, думаю, зимой будет. Нам приходится опаздывать на работу. Ждем по полчаса. Двойка проехала полная. Уже уехать было нечем. Езжу на работу в Ленинский район. Приходится делать две пересадки. Впрочем, власти просят южноуральцев подождать. В планах у транспортников создать специальный диспетчерский пункт на улице Эльтонской, который будет выпускать автобусы прямо из Чурилова. Такую реформу пообещали провести перед началом холодов. Василий Ермоленко, Андрей Грещук, 31 канал.